Протест у парламента. С утра здесь собрались недовольные решением комиссии по чрезвычайным ситуациям приостановить действия лицензии на вещание шести телеканалов. Митинг инициировала ПСРМ, как отметили здесь, которая назвала его акцией против цензуры и диктатуры. Среди протестующих были и журналисты. Присоединились к акции протеста и рядовые граждане. Вечером 16 декабря, напомним, комиссия по чрезвычайным ситуациям распорядилась приостановить действия лицензии на период чрезвычайного положения в Молдове нескольких телеканалов, контролируемых беглым депутатом Илоном Шором, а также партией социалистов. Это Примол ин Молдова, РТР Молдова, Акчен ТВ, НТВ, ТВ6 и Орхей ТВ. Решение основано на выводах Совета по телерадиовещанию об отсутствии там достоверной информации в освещении событий в Молдове, а также войне на Украине и направлено на защиту национального информационного пространства и недопущение дезинформации. Продолжение следует... Зампред парламента также призвал организовать слушание о причинах и законности закрытия шести телеканалов парламентской фракции БКС. Также объявили, что отныне бойкотируют все парламентские заседания и будут проводить встречи с избирателями в районах. И фракция партии ШОР объявила сегодня, что продолжает бойкотировать заседания парламента. Депутаты заявили, что в повестке заседания нет, по их мнению, законопроектов, полезных для граждан. Законотворцы игнорируют заседания парламента с сентября. Бывший председатель партии «Платформа достоинства и правды» Андрей Анастасий. Некоторые муниципальные советники от ППДП объявили, что выходят из политформирования и подадут в суд на нынешнего его лидера Дину Пленго. Произошло это после того, как накануне Пленго объявила о прекращении политической поддержки фракции «Платформа дам» в муниципальном совете Кишинева из-за голосования по спорным градостроительным планам. В муниципальном совете Кишинева мы занимаемся делами, связанными с решающими документами, которые касаются в основном людей, в том числе из пригородов. Мы считаем, что прозрачность является существенной частью и очень ее придерживаемся. И иногда нас беспокоит, а иногда даже болит. Манипуляция, интоксикация общественного мнения чрезвычайно беспокоит нас элиминация и стигматизация граждан из Республики Молдова. Особенно тех, кто пытается изменить положение дел в лучшую сторону. На наш запрос прокомментировать прозвучавшее заявление Дину Пленго заявил, что сделает это позже. На этой неделе Мунсовет одобрил шесть сезональных градостроительных планов. Документы предусматривают строительство жилых высоток с расположенными там торговыми площадями. Возвести их планируют на улицах Буковини, Тимиш, Дженталатин и Николай Тестеменца, Ногидигич. Одобренные проекты подверглись критике. Например, бывший вице-мэр Кишинева Виктор Керонда утверждает, что всем этим огромным жилым комплексам нужно гораздо больше места, чем отмечено в проекте. Это означает, что эти районы станут чрезмерно перегруженными. Зеленые зоны и тротуары потеряют пространство. Возникнет новый кризис парковочных мест, а также пробки. Свои голоса отдали и представители фракции ППДП в Мунсовете. Однако решение отозвать политическую поддержку не касается советниц Аленой Дороши Кристины Житарь. Поскольку, как было отмечено, они продолжат продвигать ценности партии. Дорош объявила вчера, что покидает фракцию и остается независимым советником. Столичный градоначальник собрал в своей партии почти всю команду из мэрии. Вчера вечером на съезде по учреждению нового политформирования присутствовало большинство глав муниципальных управлений. Хотя о национальном альтернативном движении говорят уже год, партия еще не зарегистрирована официально. Сейчас готовятся все необходимые документы. Ион Чебан, избранный председателем МАН, заявил накануне на пресс-конференции, что политформирование будет проевропейской направленности с большими устремлениями и планами в ближайшие годы участвовать в местных парламентских и президентских выборах. МАН примет участие в местных выборах и будет иметь список советников в муниципальном совете Кишинева. Я не считаю нормальным приходить и полгода обсуждать, договариваться о простых вещах. На президентских выборах у нас будет кандидат, и мы вместе с коллегами решим, кто это будет. Не обязательно я, как это было распространено в прессе. МАН также примет участие в парламентских выборах. В первом съезде партии «Национальное альтернативное движение», прошедшем в одном из люксовых отелей Кишинева, приняли участие несколько сотрудников мэрии, теперь уже члены политформирования, созданного Ионом Чебаном. Это глава управления здравоохранения Борис Гылко, Виталий Михалаки из управления транспорта, Андрей Павелой из управления образования, Ион Бурдюмов из управления ЖКХ. Они сформируют команду с городоначальником и главами управления электротранспорта Дарином Черным, Зеленхоза Викторией Коваль, секретарем муниципального совета Адрианом Толмачом и претером сектора центра Вадимом Хэнком. Чебан вовлек в свой политический проект и вице-мэров. Вчера вечером на съезде также присутствовали Ольга Урсу, Илья Чебан и Анжела Кутасевич. Всего, по словам Чебана, к МАН присоединилось около двух тысяч человек. Среди них бывшие социалисты Гая Квартанян и Сергей Афанасенко, а также нынешний советник ПСРМ Григорий Бежинару. Чебан не сказал присоединяться ли к политформированию и другие бывшие его коллеги из ПСРМ. Я не ставил перед собой цель охотиться за человеческими ресурсами. Мы примем людей честных и справедливых. Мы не примем людей со, скажем так, не очень чистыми историями. На вопросы, где будет базироваться, его партия Чебан отметил, что еще не начал искать место. Что касается источников финансирования, градоначальник говорит следующее. Как и все стороны, предусмотренные законом, от пожертвования до взноса. В этом отношении все будет сделано очень прозрачно. На данном этапе у нас нет очень больших расходов. Голосование за создание Национального совета МАН прошло вчера вечером в партии 47 членов, но пока мы не получили список этих лиц. А бюро и вице-председатели политформирования будут избраны после праздников, говорит Ион Чебан. На вопрос, почему для проведения съезда был выбран роскошный отель, столичный градоначальник пояснил, что это лучший вариант по соотношению цена-качество. По его словам, аренда зала обошлась ему в 31 тысячу леев, деньги собранные с его новых коллег.